Матвей Северянин. Елена Найко. Заработок в интернете. Работа, о которой ты мечтаешь. Секреты, подсказки, проверенные алгоритмы. Вступление. Привет. Читать эту книгу нужно быстро. В идеале за день-два. Оптимально ещё и конспект сразу вести. Иначе мысли размажутся и половина забудется. Если у тебя нет времени на чтение, просто подари её ближайшей бабушке в переходе. Пусть печку растопит. Книжку мы писали вдвоём. Первую часть Матвея, вторую Елена. Поэтому тут совмещено два подхода. Предпринимателя и наёмного работника. Мы из разных поколений и, как ты уже понял, разного пола. У каждого свой подход и роль в достижении общего результата. Работа в интернете – это не волшебные приключения в мире безделья и прокрастинации, а ежедневная рутина. Просто тут тебе не нужно ехать в офис и надевать деловой костюм. Я, например, эти строчки пишу, сидя в мятой футболке, в семейных трусах и с чашкой «Мате» в левой руке. Единственный мой коллега по кабинету лежит на соседнем стуле и вылизывает свои лапы. Чтобы подопнуть себя, я сразу ставлю дедлайн в договоре. Текст должен быть отдан издателю к 9 мая. Более того, я завожу группу в Телеграме «Я хочу новую книгу северянина» и приглашаю туда народ. Таким образом, я сжигаю мосты. Теперь только вперёд. Публичное обещание – хороший инструмент для ускорения. Без него я бы сейчас на диване лежал. Благоприятная среда способствует деградации. Если я не буду поджигать сзади себя мост, то вместо написания этих строчек мне проще будет лечь на диван и посмотреть телевизор. Чтобы двигаться быстро, нужно уметь себя заставлять. Для того, чтобы ты начал работать в интернете, нужна жёсткая мотивация. Через мою онлайн-школу прошло 25 тысяч человек. И быстрее всего добиваются успеха те, кому это очень сильно нужно. Большинство же ленится уже на первом задании и откладывает свою жизнь на потом. Человек, которому нечего жрать, намного более мотивирован, чем студентка, мечтающая об айфоне. В книге мы с Еленой даём инструкцию. Молоток, если угодно. Дальше – выбор за тобой. Им можно себе по пальцам стучать, а можно гвоздик в стену приколотить и картину повесить. Сможешь прочитать этот текст? Он чил то, тоф ит ежу и шеалет, отч еок еонт рад нацен. Заметь, сначала сам процесс кажется странным, но когда разобрался в технологии, ты можешь сколько угодно текста так прочитать. То же самое и с работой в интернете. Как только ты поймёшь, откуда она появляется, сколько готова за неё платить и просечёшь, как монетизировать свои действия, ты сможешь сколько угодно денег заработать. Хотя в этой книге есть всего лишь текст, твоя фантазия легко дорисует нужные образы в голове, и чёрные буквы на белом листе превратятся в целую объёмную картинку. Ну что, готов ли ты погрузиться в мир жизни по ту сторону монитора? Если да, то сейчас самое время поставить галочку. Галочка. Начало. Да-да, мне очень важно, чтобы ты сейчас взял ручку и поставил прямо в книжке галочку. Иначе магия не сработает. Я серьёзно. От того, как ты будешь подкреплять появляющиеся знания действиями, будет зависеть то, сколько пользы тебе принесёт эта книга. Не будешь решителен, не начнёшь действовать прямо с этой минуты, значит всё насмарку. Поэтому ставь галочку и идём вперёд. Иначе дальше я тебе читать запрещаю. Итак, ты ищешь, как заработать в интернете. Неважно, что конкретно тебя интересует – подработка или полноценная работа. Я хочу, чтобы в первую очередь ты понял, работа онлайн так же ответственна и реальна, как в оффлайне. Да, здесь тебе не придётся топать, не проснувшись на другой конец города в душный офис. Да, не нужно будет задумываться о том, где поесть в обеденный перерыв. Тут, конечно, тебя не будут парить всякие мелочи типа дресс-кода. Но во всём остальном работа в сети точно такая же, как и вне её. Здесь точно так же нужно соблюдать регламенты, выполнять свои обязанности иногда через «не хочу» и терпеть убытки. Считай штрафы, если будешь наёмником, когда себя так и не удалось пересилить. Чем отличается работа в сети и в оффлайне? Своими большими возможностями. Скажем, работая очень и очень хорошо в салоне связи, ты можешь максимум стать начальником отделения и получать регулярные премии. Тогда как, упахиваясь в интернете, ты получаешь шанс стать хозяином своего проекта и получать от трёхсот тысяч плюс. «Вау, вот прям так раз и хозяину?» – спросишь ты. Нет, не раз. И даже ни два и ни три. Но это реально возможно. У тебя по жизни есть два пути. Первый – это стать исполнителем. Обучаешься необходимым азам, ищешь работу в пределах своих компетенций, работаешь в рамках статичных скриптов, которые пишет твоё руководство. Работая так, по инструкции, ты всегда будешь получать мало, потому что таких работников всегда хватает. Второй – это стать созидателем. Этот вариант будет требовать больше силы, гибкости ума, а главное – умение не сдаваться и идти к намеченной цели. Хочешь не заморачиваться по жизни? Стань исполнителем и научи жить, вернее выживать, на ту скромную зарплату, которую тебе определили. Нужно больше денег? Тогда придётся креативить. Ставить цели и добиваться их. О, это трудно. Подумаешь, ты и будешь прав. Идти к своей цели и не сдаваться совсем непросто. Но у меня есть один небольшой секрет. Чтобы не спасать на середине пути, надо научиться себя мотивировать. Приведу пример. Когда мне нужно было прочитать 100 книг за год, я заказал их в интернет-магазине и все коробки свалил в углу упакованными. Меня дико раздражал вид кучи посылок. Но я разрешил себя ставить на полку только прочитанные книги. По сути, я добавил себе мотивации не только прочитать книжки, но и разобрать хлам, который бесил своим видом. Или вот ещё. Когда я захотел купить себе квартиру, я попросил брата нарисовать мне вазу, примерно вот такую. Я отмечал каждые заработанные 10 тысяч рублей. А всего мне нужно было 1 миллион 600 тысяч. И я видел эту картинку с вазой постоянно. Когда просыпался и когда ложился спать, отлично помню, как мне позвонила девушка, желавшая попить вина с продолжением в пятницу вечером. Я бегло посчитал, что если она приедет, я потеряю минимум 13 рабочих часов и вежливо отказал. Нарисуй такую же картину для себя. Пусть это будет самая простая цель. Например, заработать 25 тысяч рублей через интернет. И отмечай каждую тысячу. Самая быстрая мотивация человека строится на боли. Тебе должно быть больно от того, что ты трудишься на работе или ходишь в институт, который ненавидишь. Я могу сколько угодно уговаривать тебя таскать кирпичи. Но в сухом остатке мне выгоднее начать стрелять тебе по ногам. «Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом». Аль Капоне Для того, чтобы добиться своей цели, тебе придется многому научиться. И здесь важно не стоять на месте, а воспринимать информацию крайне резво. В своей школе я строю обучение на принципе быстро, освоил азы и пошел работать в поля. Ведь рынок труда меняется молниеносно. Чтобы я мог позволить себе обучать людей пять лет. Грубо говоря, ты научился рисовать мелками, а пастелью и карандашами нет. Ты выполняешь первые заказы, как умеешь. А когда появляется запрос на рисунок карандашом, ты быстро ищешь информацию по этой теме. И начинаешь учиться карандашной технике. В чем главная проблема школьных знаний? Тебе все 9-11 лет рассказывают много всего, но ты не находишь этому практического применения. Например, химия в школе прилетела мимо меня. Географию я не знаю до сих пор. Из всего выученного мне, пожалуй, пригодились разве что английский язык и информатика. А на самом-то деле, лучшая информация та, которую можно сразу применить. На этом принципе и построена моя школа. А если воду положить в морозильник, получится лед. Лед. Отлично. Положил, получил лед и добавил его в чай. Окей, а если катангенсом числа Т называется отношение косинуса числа Т к его синусу, то куда это мне? Деревенскому мужику? Приложить? Я готов тебе все рассказать на пальцах и довести до результата. Вопрос только в том, готов ли к этому ты. 90% читающих книгу до сих пор не взяли листочек бумаги и не выполнили первое задание. А ты выполнил? Отлично. Нет? Окей, это твоя жизнь и твой свободный выбор. То, что у тебя сейчас есть, квартира, в которой ты живешь, город, отношения, деньги. Все это результат твоих прошлых выборов и решений. Идем дальше. Тебе может показаться это странным, но мозг можно запрограммировать на что угодно. Когда я заводил собаку, кинолог предложил мне два варианта программы. Друг семьи или сторож? Путь сторожевой собаки — это цепь и два-три человека, которых она знает. Остальных она будет считать врагами. А друг семьи — это как у нас получилось. Всех любит, всем виляет хвостиком, спи, то с папой, то с мамой на диване. Зубами может разве что слегка зафиксировать кошку, чтобы поймать ее. Если она убежала на улицу. Вот и тебя в детстве тоже программировали. Чаще всего на рабство. 90% людей живут в психологии раба и могут только ей и научить. Там целая пачка ограничивающих убеждений вшиваяц типа «все богатые наворовали», «смелым рай и в шалаше», «мал золотник да дорог», «не имеешь 100 рублей, а имеешь 100 друзей», «лучше платить за свою, чем за чужую» и так далее. Главное свойство раба — финансовая зависимость и отсутствие накоплений. Раб ничем не владеет, все, что у него есть, приобретается в кредит. То есть, по сути, в долгосрочную аренду с переплатой. Почему у рабов никогда нет денег? Потому что они играют роль исполнителей. Например, кладут кирпичи, убирают снег, красят людям ногти. Такая работа самая простая на планете, это может делать практически любой. Здесь нет креатива, нет создания чего-то радикального, нового и инновационного. Это типовые задачи, исполняемые по инструкции. Тут всегда большая конкуренция, поскольку товар не уникален. А вот создание своего бизнеса требует совершенно иных компетенций. Зачем тебе все это? В детском садике, как и у всех порядочных детей, у меня был тихий час. И перед сном я любил смотреть в окно, правда, вид был так себе. Огромное серое здание с неоновой вывеской «Больше угля Родине». И вот я лежал и думал, зачем же Родине столько угля? Что нам приходится тут в такой мерзкой экологии, вечной мерзлоте, его добывать. Но пока кто-то мерз в холодной Воркуте, кто-то другой уже давно строил виллу на Багамах или хотя бы маленькую дачу в Сочи. Повзрослев, я понял, что работает просто разводка для бедных. Сначала надо показать красивую картинку. Вот и яхты, девки, пальмы. А чтобы все это купить, крепостной должен ходить на работу. И еще ему обязательно нужен кредит. Классическая морковка спереди. Новенькая квартира в ипотеку. Как говорят современные рабы, лучше платить за свою, чем за чужую, не понимая, что все равно платят, да еще и переплачивают за свои квадратные метры банку. Ежемесячный платеж, коммуналка и прочие постоянные расходы — это морковка сзади. Кнут, которым тебя на эту самую работу гонят. А теперь о цифрах. По самым радужным меркам средняя зарплата в городе Казань составляет 55 тысяч рублей в месяц. За таким доходом выстраивается очередь, а работать приходится 22 рабочих дня по 8 часов. Картинка вырисовывается мрачно, люди работают за 312 рублей в час. То есть их час жизни — это всего лишь две чашки кофе. Окей, сколько стоит квартира? Нормальная хотя бы квадратов в 50 выйдет в 5 миллионов рублей. Это России в целом, Москва — не в счет. Нужна также машина. Относительно приличный японец — это около 1 миллиона. И все это далеко не роскошь, а просто нормальный уровень жизни. Откладывая по 30 тысяч в месяц, мы сможем себе это позволить за 19 лет. Кайф, особенно учитывая, что жить придется на оставшиеся 25 тысяч рублей. А там и коммуналку заплати, и за телефон, и за интернет. Неплохо было бы хоть раз в год съездить в отпуск, плюс машину надо обслуживать и заправлять. Очевидно, что даже хорошая средняя зарплата в 55 тысяч рублей — это жизнь в нищете. Так что работай и копи на гроб. Примечание. Подробно тему бессмысленности работы я осветил в книге «Как жить и не работать», изданную АСТ в 2019 году. Конец примечания. Что можно изменить, чтобы не горбатиться за копейки? Нужно найти такое дело, где за меньшее количество часов можно получать больше денег. Тут нужно вообще отказаться от классической идеи зарплаты и переключиться на мысль о стоимости рабочего часа. Фрилансер, который работает 5 часов в месяц и получает за это 20 тысяч рублей, богаче, чем заводской трудяга, зарплатой в 35 тысяч рублей при пятидневке и восьмичасовом рабочем дне. У фрилансера хотя бы остаётся свободное время на жизнь, показывая чанин, глушит свою грусть в кружке пива и партии в танке. Выход из крысиных бегов только один — начать инвестировать, но это куда более долгий план. Для начала надо найти работу и накопить капитал. Схема счастливой жизни. Зарабатываю деньги, помогаю людям, нравится дело. И ещё одна крамольная мысль. Если тебе мало платят, ты не особо нужен людям. Вау! Звучит как удар по голове, верно? Врачи мало отдают? Пожарные недостаточно трудятся? Давай возьмём для примера среднего блогера и сравним с учительницей из обычной школы. Кто из них востребование? Тот, кому больше платят? Ты можешь укусить себя за локоть и даже выбросить эту книжку в окно. Но... Формально получается, что человек, снимающий свою тупую рожу на YouTube, выполняет важную функцию. Он развлекает людей. Блогер уникален, а учителя в моей школе — просто набор серых мышей, от перемен и мест которых сумма не меняется. Они также стояли у доски и зачитывали нам пыльные учебники. Учителя — это круто, пожарные — это почётно, врачи — вообще герои нашего времени. Вот только зарплаты у них мизерные. Мы живём в мире агрессивного капитализма. Можно отправиться в пещеру, приручить стаю волков и прочитать книжку про анархопримитивизм. Но от этого миром не перестанет править капитал. И чтобы преуспеть в текущем формате, тебе нужно суметь продать себя. Твои рабочие часы ограничены. А ну сколько средний возраст жизни на планете? Плюс-минус 75 лет. Сколько из них реально рабочего времени? Пусть 40. 40 лет умножаем на 248 рабочих дней в году, потом умножаем на 8 часов, получается 79 360 часов рабочей жизни. И берём среднюю оплату часов 312 рублей. Страшная цифра. Попрошу выделить её пожирнее. 24 760 320. Заработает работяга за всю жизнь. Много это или мало? Смотря какие у вас цели. Если хочется тихонечко барахтаться в ипотечном муравейнике, то неплохо. 80% жителей планеты ненавидят свою работу, но всё равно идут туда каждое утро в понедельник. Это типичное поведение раба.